Слава нашему Господу, братья и сестры! У вас сегодня праздник, и Господь дал возможность и мне, в числе других гостей, тоже здесь присутствовать и разделить с вами вашу радость. Слава Господу! А вообще, что такое праздник, вы знаете? Ну, как они проводятся, мы знаем все, да? А слово праздник происходит от слова праздность. А праздность означает ничего не делать. И вы знаете, вот Бог, когда давал Израилю закон, Он в этом законе предусмотрел несколько праздников. И там были такие праздники, которые продолжались по несколько дней. И люди в это время не должны были делать ничего. Я так думаю, Господи, это что, что ты лентяев поощряешь? Чтоб люди не работали, чтоб привыкали ничего не делать. Нет, Господь сам не лентяй и нас ленности не учит, но Он хочет, чтобы во время праздника люди оставили все свои дела, подняли свои головы и вспомнили о том, кто им все эти блага земные дает. Вот. И не только земные. Самый часто употребляемый праздник раз в неделю, это был суббота. И она неспроста была названа днем покоя. И не только седьмой день. Я вот обращал внимание, там Бог говорит о дне очищения. Он говорит там в седьмой месяц, в десятый день. Но не каждый же год десятый день седьмого месяца попадает именно на шестой день недели. То есть на субботу, в нашем привычном понимании. Но Он говорит, вот в десятый день седьмого месяца, это для вас суббота покоя. То суббота могла попадать не именно на субботу, но суть ее быть в покое. И что интересно, что эти дни, они были не каждый день, естественно, но они были предназначены для того, чтобы люди оставляли свои заботы, свои повседневные переживания, тревоги за детей, за дом, за работу, колесо пробил, крыша потекла, там лиса курей поела или еще что-то, и человек переживает, ой, и то надо, и это надо. А Бог говорит, все, праздник наступает, забудь про курей, забудь про дрова, колеса в понедельник отремонтируешь там или успокойся, отдыхай, дорогой. Я помню, один брат даже говорит, Бог заповедал камнями побивать тех, кто не хотел отдыхать. Вот кто нарушал субботу, их камнями, камнями, вот, чтобы другим неповадно было, учитесь отдыхать. Но в этом отдыхе человек не должен был ублажать себя, свою плоть только лишь. Хотя в это время там приносились жертвы, и люди ели эти жертвы, и плоть свою насыщали. Но самый главный смысл – помышлять о том, кто печется о Тебе, о Господе. Это назначение праздника. Апостол Павел, когда пишет послание к евреям, он говорит, что в покой входим мы, уверовавшие. И говорит, кто успокоился, кто вошел в покой его, в Божий покой, тот успокоился от дел своих точно так, как Бог успокоился от своих. То есть, и, а выше немножко в этой же главе там пишется, что все дела Божии, они были совершены еще в начале мира. А сейчас вот просто исполняются во времени, другими словами. То есть, колотиться, переживать, волноваться, нет никакого смысла. Все эти дела, они уже давно совершены. А сейчас Бог это просто выполняет. Поэтому, если кто уверовал в Господа, тот от своих дел успокаивается, то есть, он не переживает за них. А вдруг не так получится? А вдруг здесь не устроится? А тут не срастется? А тут треснет? А тут лопнет? Человек спокоен. Все мои дела Господь совершил еще в начале мира. Я в него уверовал, он для меня уже все сделал так, как нужно. Как лучше не придумаешь и не сделаешь. Это то обетование, которое Господь дает всякому приходящему к нему. И когда Иисус Христос, еще ходя по земле, Он обратился к людям. Вы знаете, Он не ко всем обратился. Хотя призываются все. Но Он обратился и говорит, придите ко Мне. Все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Знаете, кто такие труждающиеся и обремененные? Труждающийся человек, это тот, который постоянно находится в каких-то трудностях. И он борется с ними один на один. И ничего не может сделать. Он уже устал бороться. У него уже силы кончаются. И он ищет, кто бы ему помог. Но повернется направо. Тут тоже труждающиеся. И слева труждающиеся. Назад глянул, а там одни обремененные. А знаете, кто такие обремененные? На ком проблем больше, чем, простите за выражение, как говорят, больше, чем на собаке блох. У каждого проблемы. Вот посмотрите. У каждого полно забот. И бывает трудно найти человека, который бы даже тебя просто выслушал. Не то, чтобы сделал что-то для тебя. И Христос именно к этим людям обращается и говорит, ты труждаешься? Что, нависло, да, уже на тебе много? Иди сюда. Я тебя успокою. А куда же он зовет? Вот, куда нужно идти человеку на призыв Христа? Он говорит, придите ко мне. Ну и куда идти? Вылез с машины, встал на перекрестке. В какую сторону идти? На север, на юг, запад, восток. Куда? Интересно, апостол Павел в послании Ефесянам говорит, что Бог о Христе говорит. Бог поставил его, Иисуса Христа, превыше всего. Поставил он на самую высокую точку в мире, главою церкви. Превыше всего. Превыше всего, главою церкви. А что ниже его? Тело церкви. Тело его. Ниже головы, тело. А дальше уже все остальное, что есть на земле. То вот тело его, эта церковь, это самая большая ценность в глазах Божьих. Тело Иисуса Христа. И он говорит, когда Христос говорит, придите ко мне. Это говорит, придите к телу моему. А сверху есть голова, которая этим телом руководит. Вот туда бегите, в тело мое. Там вас ожидает покой. И человек, когда приходит церковь, он успокаивается. Он проводит, ну, два часа в собрании. Ему не дают помыслить о земном. Ему тут и споют про Господа, и стихотворения про Него расскажут. И проповедь скажут, скажут, давай помолимся. Человек преклонит колени и соединится, и скажет Господу, все, что у него на сердце, все, что тревожит его. И Господь пошлет ему мир, пошлет ему успокоение. Но это еще не все. Дальше Христос говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Кстати, насчет успокоения я хотел рассказать такой случай. Я в некоторых местах рассказывал уже. Я когда жил еще в Мариупоре, там тоже, можно сказать, только сформировалась церковь в одном из районов города. И мы ехали туда в служение в воскресенье утром. И один из братьев, у нас был такой брат Гена Шелепов, бывший наркоман. Сейчас уже его нет на земле в живых. Он уже с Господом. Вот. И он как сам бывший наркоман, то он там с одной наркоманкой беседовал и пригласил ее в церковь. И она согласилась поехать. И мы утречком заехали, ее взяли и едем к ней. И она нам по дороге рассказывает. Говорит, у меня, говорит, такое состояние. Я, говорит, неделю не сплю. Неделю не сплю, не могу уснуть. Молодая девушка. Говорит, настолько меня вот мучит, ломает. И когда мы приехали в собрание, мы ее там посадили на диванчик, началось служение, петь стали. И она заснула. Она попала в место покоя, где есть мир Божий. И она ощутила этот покой. Господь окружил ее этим покоем. Наполнил ее. И она заснула. Знаете, когда я вижу, когда люди спят в церкви, я понимаю, этим людям не хватает покоя в жизни. Они хоть в церкви могут поспать спокойно, нормально. Но это, конечно же, это не самое лучшее состояние. Но это то, уже самое первое, что человек может получить в церкви. Он может успокоиться и даже просто поспать. Когда Христос говорит, что возьмите иго моё на себя и научитесь от меня. И чему научитесь? Я кроток и смирен сердцем. И дальше говорит, и найдете покой душам вашим. Мы понимаем, что учиться – это процесс. Он бывает занимает значительный отрезок времени, он может занимать годы даже в жизни человека, пока человек не найдет покоя. То есть полноценный, непрерывный, бесконечный, настоящий покой. То есть войдет в его. Одно дело – успокоиться, поспать, но потом проснуться, и опять можно нырнуть в свои проблемы, в свои заботы, как после субботы на следующий день в Израиле. Другое дело – научиться вот этим качествам. Войти в этот покой. Научиться настолько доверять Богу. Все не только маловажные проблемы, которые, может быть, быстро решаются, но даже самые тяжелые. Самые серьезные. Когда человек мечется, и никто не может помочь. И когда приходит Господь на помощь, человек извлекает из этого уроки. И он научается доверяться Богу. А если доверяться, то значит самому успокоиться. Понимаете? Я хочу сказать, что, и обратить даже ваше внимание, вот брат Ваня рассказывал, он даже не один раз упомянул о том, что советовал Господь, когда они приобретали или искали помещение, приобретали, благоустраивали. И Господь сказал, вы будете удивляться. Непрестанно будете удивляться, что я буду делать, если только вы будете сохранять мир. Сохранять единство, взаимопонимание. То есть, если церковь будет находиться в своем нормальном состоянии покоя и мира. В которую, приходя любой человек, мы пели псалом, о странник, ты знаешь, что миром от церкви той веет всегда. Знаете, когда веет, вот когда, знаете, зима, холодина, и так к печке приближаешься, знаете, большая печь такая, и от нее веет тепло. Это значит, сама печь, она раскаленная, горячая, а от нее, на расстоянии от нее веет тепло. То вот от церкви, еще на расстоянии, человек только к ней приближается, от нее миром, ты должен веет. Это церковь. Это место Божьего покоя. Хотелось бы еще многое сказать. Но праздник большой, много желающих и прочее. Я хотел бы только сказать одно. Дорожите церковью. Берегите ее. Это место вашего покоя. Еще хотел бы рассказать один такой пример. Мне мама как-то рассказывала, что в Украине один брат, наверное, не после очень мирного братского, возвращался домой на машине. И его останавливает батюшка православный с крестом на груди, в рясе, со всеми признаками православного священства. Просит подвезти. Он его посадил, а сам же переполнен там всеми этими переживаниями, то, что произошло на братском. Ну и он же так с батюшкой говорит, ну как там у вас там православие между служителями? Сильно вы там? Ну тут нет, нормально, так отвечает односложно, не объясняясь много. Ну а брат, знаете, как от избытка сердца, говорят, уста. И вот он начинает, а он нас, братья такие, не понимая, элементарных вещей, вот такие, вот тот такой, этот такой. Короче, выплеснул все, что было у него. А этот батюшка ему говорит. Говорит, знаешь, если церковь тебе не мать, то и Бог тебе не отец. Ну, конечно же, у брата иссяк поток негодования. Я хочу сказать, знаете, человек, который приходит в церковь, он сначала ищет успокоение. Потом он научается покою. А потом церковь для него – это дом родной, это мать, которая его родила и выпистовала. И церковь надо дорожить. В церкви бывает всякое. Брат Ваня рассказал краткую историю, он не упомянул ни одной темной стороны. Он рассказал только об успехах, о результатах, которые были достигнуты, как Бог милость явил, как это все. И так кажется, да ты что, вот жалко, что я не был здесь. Я бы весь этот славный путь вместе со всеми прошел. Но славный путь, он многого стоит. Он просто не рассказал, когда они не знали, что делать, где искать и что брать. Он только сказал, что помощь пришла оттуда, откуда не ожидали. А оттуда, откуда ожидали, ничего не пришло. Ожидали же. И, наверное, долго ожидали. И ничего не было. Да нам сейчас легко рассуждать, когда уже все пришло, откуда не ожидали. А когда ожидали? Легко было ожидать? Нет. То вот с церковью надо нести ее скорби. Кто-то любит непрерывный успех. Церковь, как на дорогах. 20, 30, 80, 100 человек. О, вот это церковь. Апостол Павел, самый видный благовестник, говорит, все оставили меня. Я остался один. Но Господь явился в них и укрепил меня, чтобы благовествование утвердилось через меня. Церковь переживает разные периоды жизни. Поэтому, когда бывает трудно, не бросайте ее. Закажите, что вы ее истинные дети. Что вы дети Божии, которые не только праздновать умеют, но которые умеют скорбеть, плакать с плачущими, переносить скорбь и боль, и потом радоваться. И благословит вас, Святого Господа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова